Давайте, кто сейчас к нам только подсоединяется, значит, сегодня у нас традиционный расширенный вебинар, мы с Алексеем уже начали, он блестяще сделал, как всегда, для новичков. Вот, кстати, мы уже говорили, что мы до конца июля, может быть, в середине августа сделаем такой образцовый, это уже даже не вебинар, а вводную часть, вводную лекцию для новичков. Вдвоем с Алексеем она будет озвучена на разных языках, она будет с сопровождением, для того, чтобы можно было всегда дать ссылку или показать. И, по сути дела, друзья, наша работа, которую мы проводили с Алексеем, вот эти, ну, скажем так, почти год, она именно была подготовкой для того, чтобы выработать форму презентации идеальную для новичков. Сегодня мы ее очень серьезно дорабатываем с учетом именно строительства и работы, которая идет на экотехнопарке. И сегодня эта форма дальше пойдет, а наши расширенные вебинары мы ведем интерактивную форму, то есть, когда можно будет задавать вопросы, ответы, когда будем приглашать экспертов, специалистов, которым можно задавать эти вопросы. Так, звук. Что, плохо слышно? Так, ну, как слышно, как видно, друзья, отлично. Да, просто это у нас вторая часть, и я даже не создаю вопрос, потому что в первой части вроде звук был и отстроен, и нормально. Вот, поэтому, друзья, так как мы всегда комментируем и делаем именно последние новости, то сейчас, ну, объем вопросов, которые хотелось бы донести, просто зашкаливает. То есть, так как сегодня мы в 20.45 передадим слово Виктору Бабурину в перископе, поэтому, друзья, кто еще не пользуется перископом, очень-очень рекомендуем сейчас обменяйтесь в чатах информацией, как входить в перископ, как настраиваться, как смотреть в включение. Потому что мы дальше и дальше будем усиливать форму работы с перископом, и очень многие события вы просто можете пропустить, если не пользоваться этой опцией сегодня интернета. Вот, тем более, тут хайп, построили ли второй анкерный опор? Вот хайп, это интересная фамилия, или опять очередной как бы это? Значит, ну, так как вопрос задали по второй анкерной опоре, то я отвечу на него очень четко и ясно, что Анатолий Владимирович делает подготовительную работу сегодня, как инженер, но построена эта анкерная опора, вообще само возведение металлической конструкции будет в течение одних суток. Поэтому здесь вопрос такой, что сейчас ведутся все подготовительные работы, а сама работа будет вестись очень быстро и монтироваться, это будет именно в таком рабочем режиме. Поэтому мы увидим все это не то, что в прямом эфире, а именно в онлайне, и здесь будет все так, как надо, можете поверить. Вот, поэтому давайте с чего начнем, что мы сделали большое турне вот командой с Алексеем Григорием Мерехниченко в Казани, в Челябинске, Магнитогорске, Екатеринбурге, потом в Братиславе, потом в еще ряде городов и Словакии, и в Вене у нас были встречи. Все это было вживую общение с более чем полутора тысяч людей, это акционеры, это наши партнеры. Конечно, все были организованы конференции по-разному, особенно хотелось бы отметить наших партнеров в Братиславе. Во-первых, это очень серьезный приход новых инвесторов, то есть сегодня эти структуры в Восточной Европе растут наиболее быстро и по численности людей, которые приходят, и по объему инвестиций. То есть они уже реально начали перекрывать то, что сегодня инвестируется из России, чего никогда не было. И это тоже для меня очень убедительно. Удивительно, потому что я вообще сначала не верил в сам краудинвестинг три года назад, и когда Юницкий сказал, что мы будем это делать, я очень удивился и не мог поверить, что проект может развиваться благодаря краудинвестингу. Сегодня, друзья, я могу сказать, это было единственное правильное решение, и мы пришли к тому, что сегодня имеем возможность показывать правительствам, техническим специалистам, экспертам технологию. И это как раз очень важный момент работы. И также в этом плане, друзья, я не до конца представлял о том, что к нам придут европейские инвесторы, западные инвесторы, именно в краудинвестинг. Я думал, что это будут крупные фонды, хиджи фонды, венчурные фонды. Но, друзья, за последние где-то 3-4 месяца я полностью поменял свое мнение, и больше я в Европе сейчас провожу больше времени, чем в России. И именно при встрече с инвесторами это дает просто потрясающий эффект. И вот лидеры наши, которые работают сейчас, Чехия, Словакия, Венгрия, Польша, Германия, Италия, Франция. То есть это, естественно, что мы основу берем, это те русскоязычные, те, кто бывшие либо соотечественники, либо просто наши, кто живут за границей. Но через них мы очень быстро входим уже в и немецкоговорящую, и франкоговорящую среду. Я тоже об этом сейчас буду говорить. И сейчас объем инвесторов и инвестиций очень быстро нарастает именно с Восточной и Западной Европы. А сейчас уже подключилась и реально начинает работать Канада, реально начинает работать Америка, где интерес к технологии идет очень большой. И здесь как раз вот увязка ряда процессов, которые идут. Мы не раз уже и много говорили о Людмиле Хьюз, которая привела рода Хука. И это была работа, продолжительная работа, которая сегодня вылилась и в создание проектов, и запуск уже управляющей компании, и выход на все функции, на все уровни, которые сегодня есть в Австралии. Так вот, друзья, наши партнеры, это Франчисик и Стефан, это лидеры из Чехии и Словакии, из Венгрии, соответственно, и организовали конференцию. И к нам с Виктором уже после конференции пришел человек на встречу, который представлял очень крупную компанию, очень крупный бизнес. Провели очень серьезные переговоры и договорились, что сразу уже выходим на инвестиции, и там уже даже не один, и не пять, и не десять миллионов долларов уже на сегодняшнем этапе. Ну, как показывает время, подождем, увидим, но, во всяком случае, ключевым моментом этих переговоров было тогда, когда Виктор стал рассказывать о нашем партнере, роде Хуки, который работает, все такое, друзья, реакция была, ну, я могу сказать, практически мгновенная, что этот человек сразу сказал, что если ваш партнер и род Хук, и он возглавляет компанию Skyway Австралии, мне больше не надо ничего показывать, мне больше не надо ничего говорить, технически объяснять, давайте перейдем к делу о уже непосредственных проектах, которые мы обсуждаем. Потому что человек, который знает, кто такой род Хук, какими проектами он занимается, какие должности, вообще, значит, ему не надо объяснять, почему и как это происходит. Это, друзья, как раз уже те дивиденды, которые мы сегодня начинаем получать от сотрудничества с такого рода экспертами. Так же, как еще могу, мы приоткроем со временем, так же, как рода Хука, с кем мы ведем сегодня переговоры по созданию первых адресных проектов и наших финансовых партнеров, так вот, в узком круду, когда люди знают, с кем мы работаем и кто к нам подключился, у них сразу не возникает никаких вопросов по серьезности проекта, значимости проекта и, соответственно, его перспективах развития. Так вот, сейчас мы сразу же, то есть, этот этап, когда надо было делать презентацию, доказывать, показывать, значит, работа с родом Хуком уже показала, когда очень серьезные люди говорят, что все, друзья, переходим, этот вопрос оставляем, у нас не остается вопросов по технологии, по вашей серьезности, потому что если род Хук к вам приезжал в два раза, то больше, чем род Хук, сказать никто не может. И мы сразу переходим на следующий этап. Потом переговоры, это уже Виктор улетел, потому что у него было с пересадкой в Минске, в Танзанию, вот мы с Алексеем проводили дальше переговоры, тоже с очень серьезным крупным бизнесом. Потом, к сожалению, все, 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 давай, 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 давай. Вот, так вот, извините, тут чисто семейные дела, детям трудно объяснить, что у нас идет работа, нас 240 человек, и лучше не отвлекать. Все, быстренько. Детям трудно объяснить, что папа вечером работает, и что-то, так сказать, как это. Так вот, переговоры, которые начали вести, и потом Алексей улетел, тоже я один остался в Братиславе, вот, мы встречались в консульстве и с представителями Алжира, и французского, там, крупного бизнеса. Так вот, тоже очень интересное такое совпадение, что сегодня вот та компания, с кем мы начали вести переговоры, и кто нам организовал контакт именно с Алжирской стороной, еще сегодня представляют ряд работ в проекте, который идет в Дубае по строительству самого высокого небоскреба в мире. Так вот, Игорь, вот мы можем подключить вам... Так, выключите этого бойца, этого самого хайпа, потому что тут заведется один вот такой вот боец, вот это самое, пытается... Я бы тебе еще позвала Дима рассказывать. Так, извините еще раз. Алексей, и это самое, выключить это самое, вот этого бойца, который тут... Потому что, вы же понимаете, друзья, то есть, так как здесь в основном серьезные люди, вот, то заводится один вот такой специально засланец, вот, который просто мутит воду, потому что они занимаются непонятно какими делами это все, либо завистники, либо еще, так сказать, это... И вот они начинают и мешать вебинарам ведения, проведения, там, на конференциях они обычно лезут с какими-то вопросами, вот, такими провокационными для того, чтобы... То есть, это, друзья, уже начало конкурентной работы, и вот эти вот под фамилией хайп, который здесь зарегистрировался, это просто специальный засланец, задача которого срывать такого рода работу, которую мы ведем. Поэтому, Алексей, если сейчас вы его найдете в этом списке, просто заблокируйте. Я не сторонник, я никогда не делал, чтобы не выключать чаты, как делают некоторые наши коллеги, там, либо это самое, но просто, когда откровенно человек уже начинает либо хамить, либо делать, то вот, я, наоборот, сторонник того, чтобы, если есть вопросы, серьезная работа, то надо задавать в чате это самое-то обсуждение, это все очень полезно, если это... Но когда начинает просто мешать работе, это, друзья, просто, ну, беспардонная провокация к ним. Поэтому, обычно, когда Алексей выступает, я их просто выкидываю из этого самого. Ну, сейчас, я думаю, сейчас тоже выкинут этого гаденыша, и все, и не будет никаких вопросов. Кстати, друзья, с обратной стороны могу сказать, что стал читать вот чаты ВКонтакте, в Фейсбуке, еще это самое, то есть появились очень много сегодня комментариев. Помните, я вам говорил, что рода такого эксперта, вот типа вот этого лысого, который там мне прислали ссылку, говорит, как вы это можете прокомментировать? Сидит какой-то лысый крендель и начинает говорить, я вот тут почитал Юницкого, его с технической точки зрения, и начинает мне говорить, понимаете, мне просто вот до смеха просто вот жалко, не то что жалко, я понимаю, что это заказная работа, что это человек просто несет вот определенную ерунду и пытается на этом какую-то значимость сделать. То есть сейчас появились много комментариев очень полезных, и я с удовольствием могу сказать, ну я не знаю, действительно это человек, который имеет такое техническое образование, очень пошли грамотные статьи в описаниях, называется, так, его зовут сейчас, Алексей, напиши, вот кто, вот с отсылки, то есть, а, Алексей Технарев, интересно пишет статьи, я прям с удовольствием стал читать, действительно очень такой грамотный комментарий, грамотный, да, Константин Технарев, у меня просто на него стали присылать ссылки, говорит, как вы можете прокомментировать там того и того, но я могу сказать, что более грамотных пока комментариев я пока не читал, поэтому если вы хотите действительно экспертов почитать, которые вызывают уважение, вот почитайте вот этого Константина Технарева, то есть действительно настолько интересный и грамотный анализ и настолько интересное представление о многих вещах, которые идут, что я даже многие вещи сам не знал и с удовольствием как бы почитал то, что есть, то есть вот это действительно я бы с удовольствием где-нибудь, я думаю, познакомимся в Эко-технопарке или на одних из встреч, вот, что человек, который действительно так аналитически и грамотно пишет, причем очень доступно, понятно в вещах, поэтому вот рекомендую ВКонтакте, в наших группах, посмотрите, он стал периодически такие серьезные, я сначала думал, опять очередной умник пытается что-то изобразить и сказать, что он умнее Папы Римского или там святее, так сказать, но сейчас вот смотрю уже несколько как бы недель, как появляются статьи, что очень-очень интересный и грамотный анализ, и я бы даже, наверное, рекомендовал когда-то на него ссылаться, потому что, ну, более серьезных я пока не встречал. А, друзья, когда начинаешь видеть вот этих вот друзей или как бы людей, которые водят там и говорят, а чем вы занимаетесь, и тем более устраивать вот такие концерты, вот, то здесь, конечно, друзья, смешно. Так вот, я перескочил на это в том моменте, что когда нам сказали, что есть партнеры, и мы готовы, видя вашу серьезность проектов, вас свести с теми, кто ведет проект Небоскорова в Дубае, но тут мне стало уже просто, друзья, смешно. Я говорю, вы знаете, что это проектирует компания, которая возглавляет Ротхук. Ротхук – это наши партнеры. Две недели назад у нас были партнеры, эксперты, которые как раз занимаются проектированием этого Небоскреба, и мы с друг с другом уже очень хорошо знакомы, и мы работаем. То есть видите, насколько тесен мир, и надо было протиславие нам замкнуться с Алжирским консульством для того, чтобы перейти. Вот дальше мы договорились о том, что будет очень серьезная презентация. А проект, тоже могу свое мнение сказать, что я вел презентацию, вел ее на русском языке, в франшизе Стефан с русского переводил на словацкий, потом представитель консульства Алжира переводил это со словацкого на французский, и сидел представитель именно крупного французского бизнеса, который ведет проекты в Алжире, он это все понимал на французский. Причем два часа до этого Алексей улетел, который в совершенстве владеет французским языком. Да, вот поставили фотографию, то есть вот как раз видите, что я Стефану, Стефан Алжирцу, Алжирец французу. И договорились так, что интерес был, друзья, просто колоссальный. А когда я рассказал еще, что сейчас Виктор Бабурин, это заместитель генерального директора группы компании Skyway, по представлению и по приглашению правительства Танзании представляет проект на форуме развития Восточной Африки, для них это было прям открытие. И когда еще, что мы сейчас прорабатываем ряд проектов в Гвинеи, в Непале, в Сенегале, то есть это просто стало для них объединением. И буквально, наверное, на следующий или через неделю готовится презентация, и уже туда, конечно, полетит Алексей Суходоев. Он в совершенстве владеет французским языком, и он уже, конечно, я думаю, не менее интересен, чем Виктор на английском, Алексей на французском. То есть эта работа сейчас запускается, ведет и по Африке. Сегодня у нас уже около десятка проектов, которые действительно выходят на правительственный, на президентский уровень. И мы сейчас готовим ряд уже серьезных встреч таких, и все это увязывается в единую сеть, в единый комплекс адресных проектов. И это, друзья, почему сегодня уже важно, потому что мы подходим к демонстрации, мы подходим уже к именно готовой показу технологии Skyway. И это, друзья, то время, когда уже сегодня мы будем участвовать и с вами видеть формирование реального бизнеса. Поэтому это сегодня отвлекает, конечно, огромное количество сил, огромное количество времени, плюс большое количество консультаций по Skype. Но, друзья, это необходимая работа, потому что по мере того, как технология становится очевидным, по мере того, как все это выходит на более и более высокий и правительственный, и бизнес уровень, эту работу сегодня важно делать. Тут вопрос про патенты. Я, друзья, знаете, так как очень много сейчас общаемся с профессиональными еврейскими банкирами, то я сразу вам задаю вопрос на вопрос. Друзья, а вы сами как думаете? 40 лет Юницкий готовил технологии, мы 3 года. И сейчас вопрос, а защитили ли это патентами или нет, по-моему, в самом вопросе есть ответ. И, соответственно, если вы не считаете Юницкого идиотом или самым глупым изобретателем на Земле, а он таким не является, то, конечно, друзья, защитили все. И пока это не было защищено, ни о какой демонстрации и показе речи просто не может быть. Ну вот, друзья, это тут как раз ответ на те вещи, которые есть. К серьезным людям. Так вот, сегодня увязывается и приходит время, то есть когда Ротхук, это просто первое совпадение, опять же, хотя вы уже понимаете, в жизни, наверное, совпадений в принципе быть не может, то, что проделана огромная работа и то, что нашими людьми, из наших структур проведена работа и подключился Ротхук, высочайший профессионал, с которым развивается сегодня этот друг, партнер, инвестор, лично Антон Довича Юницкого. И также через наши структуры и наших активных людей, через Стефана, Солора, Франшисика, то есть это наши люди, которые работают в Восточной Европе, также выходят на бизнесменов, которые ведут проекты и в Африке, и в Азии, и они являются партнерами Ротхука по другим проектам, и это замыкается, это, друзья, просто уже показывает о том, что не мир тесен, а прослойка очень узкая SkyWay, и сегодня в прослойку SkyWay входит и серьезный бизнес, и серьезные политики, и это начинает серьезную работу. И когда это все замкнулось еще и на алжирском проекте, и проекте в Дубае, то здесь уже, я говорю, что, ребята, придет время, когда мы все будем партнерами, все будем в одной компании, и это сегодня активно развивается. Заполнено сменойся в путевую структуру при отрицательных температурах. Друзья, вот такие вопросы задаете, но если мы собираемся строить это в том торг, где минус 73 полюс золота, полюс холода, извините, полюс золота, это по фрейду, то, естественно, и все испытания, и расчеты все делаются из заклада самых низких отрицательных температур. И поэтому здесь я вам сразу могу сказать, вот как Виктор Бабурин отвечает на технические вопросы. Друзья, если у вас есть какие-то сомнения, или вы нас в чем-то не верите, мы вас приглашаем в Марину Орку на демонстрацию. Сейчас, через месяц, через полгода, через год, мы постоянно все будем показывать, и если у вас какие-то есть неотвеченные вопросы, мы там строим, и стройка ответит на все вопросы. Поэтому, друзья, если вы думаете, что мы чего-то недодумали, недосчитали, то вы глубоко заблуждаетесь, потому что мы уже выходим с технологии в бизнес, и мы предлагаем законченный продукт. Поэтому, друзья, все вопросы по поводу порвется, не порвется, прикрутится, не прикрутится, сдует, не сдует, друзья, лучше не задавать. Это осталось очень немного времени, когда это будет все продемонстрировано. Поэтому, конечно, я все ответы на эти вопросы знаю, но, друзья, сегодня отвлекаться и на время этих проектов просто нет смысла, нет сегодня вопроса. Поэтому, друзья, заканчивая свою часть, я сейчас передам слово Алексею. Почему в технопарке не появляются представители Минтранс РФ? Это, друзья, как раз очень хорошие вопросы. Здесь я вам могу сказать, они не то, что не появляются, они ждут октября, они все туда приглашены, и весь экспертный совет в полном составе, в полном составе, еще раз скажу, а это 31 эксперт, будут в экотехнопарке на демонстрации, в обязательном порядке. Потому что, когда прошли все консультационные советы при Минтрансе, то заключение, которым есть, что мы согласны, и нас Юницкий убедил, что это интересная технология, но мы ее можем подтвердить только тогда, когда своими глазами увидим. Поэтому Юницкий как раз сказал, все, ребята, вот за это я вас ловлю на слове, и на демонстрации в экотехнопарк, все в полном составе, чтобы были, чтобы потом никто не говорил, что у меня был понос, я не ездил, поэтому я подтвердить существование технологии не могу. Это, друзья, уже не пройдет как аргумент, поэтому все будут, все увидят, и Минтранс никуда не денется, просто поддержит то, что он сам себя загнал в угол. Он сказал, что технологии есть, но когда увидим. Все. И здесь, друзья, в конце я еще хотел прокомментировать одну вещь, и Алексей тоже сейчас скажет. Я просто свое мнение могу сказать, что заявление о том, что Hyperloop поддержан правительством и президентом России, это все полная ерунда, потому что президент компании Hyperloop One, он просто был в Москве, встречался с Путиным, и он сказал, что мы вот такую технологию делаем, на что он пожал плечами и сказал, делайте. Но сегодня там происходят очень странные события, происходит конфликт между техническим директором, юристами, финансовым директором, там появляются уже какие-то иски. И самое, что главное, это в репортаже, который мы поставим после, и он уже был сегодня в новом вебинаре, который есть в чатах и в наших ресурсах, когда Юницкий показывает интервью Илона Маска, объясняет, почему мы идем по очень верному пути, и Илон Маск сегодня, признавая ошибку Hyperloop, сказал, что сегодня основное направление – это идти в направлении моторка, рельс-колесо, и объяснил, почему. А Юницкий на цифрах, на расчетах, в том ролике, который будет, подтвердил этому значимость. Поэтому, друзья, видите, сегодня, казалось бы, возникли, то есть, казалось бы, это наша политика против. Нет, друзья, наша политика просто занимается своей политикой, у них выборы на носу, у них Госдума, потом президента, поэтому... Единственное, чем они не занимаются, друзья, опять же, это, на мой взгляд, это созданием будущего и созданием экономики, которая будет реально развивать страну. А всем, чем остальным, они имитируют бурную деятельность, они занимаются. Поэтому давайте мы в политику не лезем, мы занимаемся Skyway, у нас одна политика, друзья, строй Skyway, спасай планету. Мы, Алексей потом еще скажет, мы теперь знаем, как это еще на четырех языках, мы, друзья, с вами объединяем мир, и объединять это наша работа. Сегодня просто уже на наших глазах, друзья, на наших глазах возник вот этот вот яркий, молнивый такой всплеск, это технология Hyperloop, казалось, что вот наш конкурент его, и сегодня этот же конкурент уже на наших глазах потихонечку сходит на нет и говорит, друзья, похоже, мы погорячились, и ничего мы дешево и качественно не сделаем. А здесь, друзья, как раз это подтолкнуло, и сейчас я вам уже могу сказать, что так как информация у меня всегда больше, чем я могу сказать, вот, поэтому Юницкий уже на прошлой неделе, когда мы были в Братиславе, как раз с Виктором, с Алексеем, после рабочего дня, после вебинара сидим в номере, он набирает, он говорит, знаете, что мы сначала в Марьиной Горке продемонстрируем технологию, которая показывает скоростное движение 500 км в час, 140 км в час, это скоростное городское, и Юнибайк, то есть 60 км с возможностью до 140 км. Он говорит, ну, в принципе, так как запрос сегодня на высокие гиперскорости есть, то, в принципе, уже сегодня начинает разрабатываться, друзья, технология гиперскайвэя, которая даст скорость 1250 км в час, совсем с другими характеристиками, которые сегодня декларирует Hyperloop. Они сегодня дали 48 миллионов долларов за километр. Так вот, у нас будут в разы дешевле путевая структура, которая будет объединять и гиперскорость 1200 км в час, и высокую скорость 500 км в час, и городская система, и грузовая, еще и Юнибайки. И это будет, друзья, пять в одном, и это будет дешевле, чем один Hyperloop. Это, друзья, конечно, просто нас всех поверну в шок. Юницкий сказал, я знаю, как это сделать, я за эти слова отвечаю. И это, друзья, как раз формирование именно основы транснета, которая сегодня собирается все в одном. И мы с вами создаем систему, которая будет намного дешевле, намного эффективнее, каждая в отдельности взятая система, но она будет объединена в одну. Это, друзья, просто, конечно, сегодня не входит ни в какое воображение. Даже мы, находясь там, были просто поражены этому предложению. Но я думаю, что Анатолий Дарович просто так слов никогда не бросает на ветер. И мы в ближайшее время с вами увидим и наработки, и, соответственно, чертежи предложения. А в конечном итоге, как это все показалось, от идеи Юнибайка до его реализации прошло меньше года. Поэтому здесь, друзья, я тоже думаю, мы с вами очень быстро увидим много чего интересного. Ну и в заключение, передавая слово Алексею, могу сказать, что у нас в нашей системе присутствуют все виды сегодня обсуждаемых технологий. Здесь я могу сказать, что о вакуумной трубе и предвакууме, который сегодня работает, я от Юницкого слышал еще 15 лет назад. Для меня это ничего не нового. И было в концепции четко сказано, сначала делаем скоростные системы, потом высокоскоростные, потом гиперскоростные, то есть гиперскайвэй. Сегодня, так как время сжимается, сегодня Юницкий предлагает решение, как все эти системы скомпоновать в одну. И у нас не просто будет гипертруба, вакуумная труба, будет общая система, которая будет обеспечить весь вид скоростей. Это, конечно, никто даже близко не может предложить войти с таким системой и сказать, что у нас это будет дешевле, чем обычное воздушное метро низкоскоростное или не говоря уже о добычах трамваев второго уровня. Вот это, друзья, настоящая наука, это настоящая футурология. И мы с вами не просто об этом говорим, мы это сегодня с вами уже создаем. Ну, друзья, я бы еще хотел ряд сказать о именно магнитном подвесе. В нашей системе тоже есть, друзья, магнитный подвес, но он выглядит и работает совсем по-другому. И в наших юнигусах также есть левитация, но она работает на совсем других принципах, по совсем другой энергетике, со всеми другими затратами. Но это мы, друзья, с вами обсудим позже. Алексей, передаю тебе слово. Я, в общем-то, в общем, и все, что надо было сказать, передал. А в 20.45 тогда будем включать Виктора, соответственно, с новыми новостями из Танзании. Все, друзья, я на этом с вами прощаюсь. У нас сегодня опять необычная форма вебинара, как и на прошлой неделе она была, где мы все втроем из одного гостиничного номера вели. Благодарю, Сергей Анатольевич. Ну да, дорогие друзья, вот, собственно, буквально тройной вебинар. То есть мы передаем эстафету Виктору Бабурину. И Виктор Бабурин сейчас находится в Танзании. Первое, что хотел бы отметить, это огромные пробки вообще вот в Восточной Африке, непосредственно в Танзании. Я бы хотел отметить еще низкий уровень жизни и трущобы, бараки, и даже высотные здания там достаточно как бы низкого класса. И инфраструктуру, и ВВП повысить этой страны сможет как раз-таки наша технология, дорогие друзья. И, естественно, жители Африки этого желают, министры Африки это понимают, и они понимают, что им не освоить какую-то дорогостоящую технологию. Поэтому, естественно, заинтересованы во внедрении технологии SkyWay. То есть Виктор уже более подробно это осветит. Я не буду ничего говорить, что он уже нам несколько докладывал и говорил. И, собственно, можно сказать одно, что есть у нас стратегия находить своих родов хуков в каждой стране, и этой стратегии мы следуем. И вот вы видите, как Виктор Бабурин именно в роли такого Кларка, который играл в Супермена в одноименном фильме, действительно в такой позе по сравнению с африканскими мэрами, министрами и представителями стоит. И здесь он представляет технологию SkyWay, поэтому в другой позе стоять противопоказано. И, дорогие друзья, немножко хотел бы остановиться по результатам поездки еще в Словакию. Я могу сказать, что очень плодотворная поездка. Тогда был вебинар больше такой на эмоциях. Но сейчас создана и отработана система, каким образом заходить вообще на Европу. И более того, мы посмотрели потенциально также и производственную площадку по производству промежуточных опор. Это будет уже обсуждаться через головную компанию. И что очень важно, что люди там понимают, что сегодня они строят бизнес не только по построению сети и так далее. Они уже могут инициировать адресные проекты, они уже могут предлагать какие-то производственные площадки. И если это действительно будет эффективно, дешево и качественно, можно это использовать. И что я могу сказать, дорогие друзья, сегодня мы находимся на том этапе, что действительно я не мог такого предположить, что вебинар будет разделяться на две части. У нас не будет хватать времени, потому что зам директора по развитию ЗАО «Струнные технологии» Skyway Technologies Co будет вещать из Восточной Африки. И сегодня график настолько очень плотный, что Сергею Анатольевичу мы сейчас будем делать очень серьезную прокачку перископа, для того, чтобы максимально людей, перископ смотрит большое количество людей, если выходить в топы, обратило внимание на проект Skyway. Это уже такая массовая популяризация проекта Skyway. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, что в первую очередь новички, что вы попали действительно в нужное время, в нужный час. Вы видите результаты в виде переговоров, вы видите то, что... Не то, что мы как-то боремся с конкурентами, они сами собой отваливаются, как вредные болячки, так скажем. Организм борется, планета борется, мировые маркетинговые войны выигрываются. И, дорогие друзья, что я хотел бы сказать еще, это то, что те скандалы, скандалы, которые разыгрываются непосредственно в Hyperloop. И я хочу, чтобы вы помнили, что есть две компании Hyperloop One и Hyperloop Transportation Technologies. Так вот, Hyperloop One фактически, можно сказать, выбывает. То есть, еще раз я вам скопирую, обязательно почитайте те, кто владеет английским языком, потому что там очень серьезное исследование дало агентство, которое как раз-таки занимается освещением транспортных технологий. Про Uber много пишут, про Hyperloop, про Skyway пока не пишут. И хорошо, что не пишут, потому что как деньги любят тишину, так и технологии любят тишину. Лучше мы выйдем спокойненько на демонстрацию, сбудоражим весь финансовый мир, который желает, чтобы появились такие проекты, которые, в свою очередь, давали бы высокую доходность, а не 2-3% годовых. И действительно, уже победоносно войдем в транспортный рынок. Будет Hyperloop Transportation Technologies? Не будет, без разницы. Потому что мы не выбираем стратегию с кем-то бороться, мы делаем свое дело, мы нарабатываем уже сейчас сеть адресных проектов, и, соответственно, это у нас получается самое интересное. Мы не делаем псевдодемонстрации, когда тележка, недоделанный вообще, и неподвижной состав едет со скоростью 120 км в час, все добежит, в замедленном режиме чувствуется вибрация, и удары колес, и, соответственно, какая-то демонстрация. Это профанация, и это фальшь. Но после этой демонстрации также господин Пишевар воспользовался возможностью сделать презентацию также высшему руководству нашей страны, но высшее руководство нашей страны, дорогие друзья, не глупые люди. Это вот поистине серьезные люди, в отличие от тех серьезных людей, которые у нас находятся в чате. Я всегда с улыбкой смотрю, и всегда с улыбкой отвечаю, наблюдаю ли я за ММГП. Наблюдал, дорогие друзья, когда начинался наш проект, и когда сила была в выдаче информации серьезным сетевым лидерам, потому что и я таковым в прошлом являюсь, и сейчас, более того, я могу вам сказать, ни в одном из проектов никому не удавалось выстраивать структуры как лидеры Skyway с таким потенциалом, с таким размахом, и с такой уверенностью действительно движения проекта никому это не удавалось, поверьте, моему сетевому опыту. И немножко вот как бы отвлекся от Hyperloop, все покажет демонстрация, и у нас осень покажет, кто что делал, у них покажет это какой-то вообще далекий, я думаю, 19-20 год, но тогда мы уже непосредственно, я думаю, выйдем и на гиперскаивый. Система меня просто действительно очень поразила положительно, когда Анатолий Эдуардович Юницкий рассказывал о той системе, каким образом у нас все это будет совмещаться. Дорогие друзья, отметим обязательно это на следующих вебинарах, именно с разрешением Анатолия Эдуардовича Юницкого, естественно, завуалированы, но мы вам дадим картинку будущего и покажем, каким будущее будет с применением технологии Skyway, именно совмещая все направления Skyway. Это действительно возможно, дорогие друзья. И будет реализовано с помощью этого концепция мгновенного бесплатного перемещения, потому что только с помощью этого мгновенное перемещение, именно бесплатное, может быть реализовано. Не какими-то отдельными трассами, грузовые, например, трассы должны быть именно совмещенные. И то, что Виктор сейчас делает, это действительно потенциал, который может раскрыть каждая страна, которая обладает полезными ископаемыми, которая имеет, соответственно, те ресурсы, которые невозможно освоить на сегодняшний момент, как когда-то западные коллеги сделали предложение, от которого невозможно отказаться Саудовской Аравии, у них была проблема, и за что западные представители зацепились, это за то, что мусор перерабатывали, никак просто не перерабатывали, представители Саудовской Аравии, то есть это мелкий рогатый скот просто переносил из места в место этот мусор, и эта вся мусоропереработка и заключалась в этом. И когда дали готовую инфраструктуру, действительно, нового технологического уклада, на тот момент совмещенная с автоматизацией и так далее, действительно, саудовские аравийцы сказали, что да, мы с вами дружим, мы вам дадим нефти, доллары, а теперь задайте себе вопрос, дорогие друзья, когда мы будем представлять технологию, которая будет увеличивать ВВП тех стран, которые на сегодняшний день находятся в отсталом состоянии, но которые обладают огромными ресурсами, которые можно, соответственно, освоить на сегодняшний момент, будут ли они отказываться и будут ли они как-то противостоять и спрашивать, а каким образом профинансируем, как говорил Дмитрий Анатольевич Медведев, финансирование найдете, делайте. Так вот, дорогие друзья, мы финансирование нашли и делаем, и доказываем, и выйдем на демонстрацию, и построим потом высокоскоростной транспорт, невзирая на то, что говорят хайпы, серьезные люди. Дорогие друзья, мы общаемся с серьезными людьми, и они готовы, и сейчас обсуждается инвестирование далеко не на 330 тысяч долларов, рекорд, который на сегодняшний день от одного лица, независимо, физическое, юридическое, установлен. Именно с эпохи развития Skyway и Transnet с 2013 года, это будут уже намного более серьезные суммы от серьезных людей. Ну а я, собственно, передаю слово Виктору Бабурину «Все в перископ» и «Строй Skyway, спасай планету», «Констхуи Skyway, Essof Le Monde» французский, «Будущий Skyway, захран планету» это словацкий, и «Эпичда Skyway, Мэтч Мегабойгуд» это венгерский. Мы объединяем мир, и объединять мир наша работа. Благодарю вас, друзья, и действительно, я искренне рад, что все мы с вами участвуем в столь интернациональном проекте, задача которого великая и светлая, задача которого будет исполнена. Передаем слово Виктору Бабурину «Все в перископ». Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прерывных транспортных технологий. Виды городов будущего давно уже будоражат ум и человечество, но дело в том, что реальные изменения в планах городостроительства вносятся лишь тогда, когда в этом возникает самое насущное, уже крайнее, я бы даже сказал, необходимость. Сейчас как раз такой момент наступил. Виды пробок в городах таковы, что мы уверены, что наш проект ожидает блестящее будущее. Но, во-первых, потому что с существующими транспортными проблемами уже дальше двигаться, некуда. Во-вторых, количество разрабатываемых транспортных технологий будущего таково, что неизбежно по всем законам диалектики это должно перейти в новое качество. Ну и, в-третьих, неоднократно мы говорили о преимуществах подвижного состава вообще транспортной системы Skyway перед конкурентами и убеждены в том, что альтернативы Skyway нет. Тем не менее, нет-нет, да и раздастся голоса, вопросы или предложения. Не был ли, допустим, Unibus лучше бы, если бы он передвигался не на стальных колесах, а, допустим, на воздушной или на магнитной подушке? Я тоже решил предложение свое высказать. Я думаю, гениально. И придумал стул на магнитном подвесе. Вот только нужен ли он и какова будет цена вопроса, неплохо было бы сначала спросить у специалиста. Анатолий Эдуардович, некоторым сторонникам нашего проекта кажется, что ему не хватает какой-то изюминки, экзотики, что ли, типа левитации в магнитном поле. Не могли бы вы рассказать, если рассматривали подобное решение, каким был бы юнибус на магнитной подушке и чем бы он отличался от утвержденного варианта на стальных колесах? Нет, конечно, я это рассматривал и рассматривал давно. Наверное, впервые лет 35, если не 40 назад. Ну, когда, собственно, идея пришла, я искал, как подвесить транспортное средство относительно путевой структуры. Естественно, рассматривал все возможные системы подвеса. это магнитная подушка, это воздушная подушка, это стальное колесо, это пневматическая шина, это электрическое поле, тоже можно подвешивать. я даже рассматривал экзотику, антигравитацию, ну, возможно, когда-то ее откроют. И анализ показал, что наиболее оптимальный вариант это стальное колесо. И, кстати, потом я публиковал статью, есть такой журнал российский, это основной научный журнал в области машиностроения. Машиностроение и автоматизация. Да. Ну, это машиностроительный журнал, здесь только вред коллегии 5 академиков российской академии наук. И здесь есть моя статья «Оптимизация транспортной системы». То есть я показал,